Добрый вечер! В прямом эфире программа Детали Лайф. С приходом холодов учащаются характерные для этого времени года травмы, а также пожары, связанные с попыткой согреться и обогреть помещение. Поэтому эту тему мы сегодня и обсудим. Свои вопросы и мнения по теме можете присылать на наш телеграм-номер на экране и оставлять на официальной страничке Юргена ВКонтакте. В студии Детали Лайф сегодня Анатолий Гончаренко, заместитель начальника пожарной безопасности управления противопожарной службы гражданской защиты. Здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер! Также мы сегодня ждем в гости в течение эфира представителя Спаскоми. Ну, конечно, откроем секрет, он уже здесь. Чуточку позже мы увидимся. Ну, а пока коснемся именно как раз пожарной темы. И вот действительно, по каким причинам чаще всего осенью, вот с приходом холодов, случается пожар? Действительно, это вот желание согреться? Да, значит, ну, наверное, начать надо с того, что политика государства настроится на обеспечение безопасности и жизнедеятельности людей, значит, жителей нашей страны. Соответственно, готовятся нормативные акты. В частности, на сегодняшний день работает постановление правительства от 16 сентября 2020 года, 1479, об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации. Соответственно, они постоянно редактируются. Вот последняя редакция была в мае 2021 года. То есть нормативный акт максимально прописывает тот порядок, те правила, которыми следует каждому, и как руководителю предприятия, так и гражданину руководствуются для того, чтобы обеспечить свою жизнь безопасности. Да, и львиная доля, значит, на сегодняшний день, если брать нашу республику, то 58% пожаров происходит вот именно как раз в жилом секторе. Это все, опять же, нарушение правил противопожарного режима, это нарушение правил эксплуатации электросетей, газового оборудования, электроприборов. Ну, печей те же, да, вот недавно в Носногорском районе буквально вот был как раз пожар, успели вытащить хорошо пожарный как раз газовый баллон. Да, опять же, вот если брать печное отопление, как говорит народная пословица, готов сани летом, телегу зимой. И вот, опять же, правила об этом говорят, они эти правила начисывали всегда. То есть начинается отопительный сезон, будь добр, посмотри на свою печь, значит, есть ли на ней трещина, то есть ее надо штукатурить, обязательно побелить, потому что любой выход дыма, он сразу оставляет свои черные метки на остове стены, печи, да, то есть их где-то для того, чтобы устранить вот эти всякие недоработки. Дальше, обязательное условие, это вот притопочный лист, 500 на 700 миллиметров он должен быть, опять же, если у нас сгораем основание, значит, там асбеста толщиной 10 миллиметров должен быть. Не забываем еще, ну, опять же, это при устройстве печи, то есть вот основное нарушение, это все-таки идет противопожарная разделка, да, то есть дым, дерево, так, как говорят специалисты, да, значит, то есть это все должно быть не меньше, там, 32 сантиметра. То есть и плюс ко всему отступка должен быть от стены до, вернее, значит, от элементов печи до сгораемых элементов. То есть все эти вещи, они, опять же, в правилах все прописаны. Не сложно заглянуть и посмотреть. Да, да, да. Все документы в интернете наверняка выложены. Конечно же, открывай правила, если ты знаешь, где искать, но, опять же, даже не зная правил, спроси про противопожарную отступку, да, значит, все это тебе интернет покажет. Вот, например, для своих подразделений противопожарной службы, у нас их 107 по территории республики, значит, и есть еще печное отопление, вот мы установили для своих подразделений вот это расстояние дым-дерево 50 сантиметров. Хороший, приличный расстояние. Да, по максимуму, то есть для всех одинаково, да, пришлось немножко, как бы, там, поработать, все это выполнить, да, но зато, как бы, максимально мы спокойны, что наши печи хоть, значит... Не станут причиной. Конечно же, да. Ну, конечно, помимо печи еще пытаются все, ну, не пытаются, мы отапливаем часто, собственно, электрическими приборами, вообще соблюдение электробезопасности. Весьма важный вопрос, которому тоже стоит уделять внимание. Среди причин пожаров, характерных для сегодняшнего дня, такого стоит одна, связанная с современными гаджетами. И вот на связи с нами сейчас Евгений Валерьевич Калугин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара. Евгений Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как часто в вашей практике, вот, может быть, есть примеры, встречались с моментами, что именно вот от зарядных устройств происходит возгорание. Были такие моменты? Такие моменты бывают, встречаются, конечно. Любое электрооборудование может привести к короткому замыканию. То есть, если у нас соблюдать требования пожарной безопасности, которые прописаны в постановлении правительства, да, правил противопожарного режима, даже если включать их, соблюдать, ну, не эксплуатировать электронагревательные приборы, электропроводку, кабеля с видимыми нарушениями изоляции, либо со следами термических воздействий, не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроизделиями с повреждениями. То есть, не пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрочайниками, но другими электронагревательными приборами, не имеющими специальных устройств тепловой защиты. А также при отсутствии или неисправности терморегуляторов. То есть использовать какие-то самодельные электрические еще нагревательные приборы, удлинители для питания электроприборов. Не использовать вставки или другие какие-то самодельные аппараты, которые используются для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Оставляют, соответственно, без присмотра любые электронагревательные, вообще электроприборы, включенными в электрическую сеть. Сейчас бывает так, что телефон разрядился, поставил на зарядку и пошел по своим делам куда-то. Так, наверное, тоже делать нельзя из дома, например. Нет, никто им нельзя оставлять, потому что даже самый любой сертифицированный гаджет, как мы имеем в виду, сейчас говорим о сотовых устройствах, телефонах, он все равно не исключен от брака. То есть в любом случае есть брак. В любом случае как-то его может быть неправильно предусмотрено технической документацией, он эксплуатировался. Потом есть у нас перегрузка понятия для сетей. То есть у нас некоторые люди любят подключать в удлинитель сетевой фильтр, допустим, даже прибор. Потом из этого сетевого фильтра еще в один сетевой фильтр. Либо же подключают через тройники, которые у нас тоже запрещены к розетке. Либо подключают к одной сети, которая у нас вот такие приборы, как холодильник, электрочайники, электроплиты, электромикроволновые печи, которые очень сильно много потребляют электричество. То есть проводка не выдерживает. Происходит короткое замыкание, конечно. И потом все равно сам по себе в телефон он несет аккумуляторную батарею, которая тоже от перегрева может взорваться, воспламениться. Ну не взорваться, а произойти воспламенение. По следующим пожарам легкоплавких деталей. Евгений Валерьевич, спасибо вам. Спасибо большое, что еще раз напомнили нам о опасности неправильно использованного электрооборудования. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Анатолий Александрович, ну вот действительно, может быть, стоит, уходя из дома, отключать все, ну кроме холодильника. Вот прям из розетки все достать, из всех розеток. Ну пусть холодильник, конечно, понятно, работает. Или не стоит так переживать, просто нужно грамотно распределить вот электроузлы все. Опять же, есть народная поговорка такая, там где тонко там и рвется. Значит, лучше всего обеспечить себя, значит, максимально отключил. Если тебе электроприбор не нужен, значит, зачем его держать в сети, да, под напряжением. То есть мы как сейчас слышали, да, значит, то есть короткое замыкание может быть всегда. Поэтому лучше всего обеспечить, обесточить, опять же, уходя с квартиры, значит, идем мы на улицу. Даже до магазина дойти, значит, но ведь надо пройти посмотреть, обключал ли я утюг. А может быть, у меня, значит, окно открыто, а ведь балкон тот же открыт, форточка открыта. Понятно, что запрещено курить, да, надо выходить это на улицу, но никак не на балконе. Значит, вылетел окурок и тебе влетел. Пока ты ходил в магазин, у тебя уже квартира полыхает. Такие ведь случаи есть. Поэтому лучше всего все обесточить. Даже телевизор в режиме ожидания тоже отключать нужно. То есть максимально оставлять только вот это вот холодильник. Но вот вы с собой тут принесли, интересно, наглядные такие приспособления. Давайте проближемся вкратце по ним. Особенно вот эти интересные там распаковывающиеся какие-то средства индивидуальной защиты, видимо, да? Да, это одно из средств индивидуальной защиты, это самоспасатель. То есть это все стоит недорого. Это все можно как и хранить дома. И с собой носить дома. Да, можно с собой. Почему? Потому что если мы с вами вспомним пожары, те, которые вот в больших центрах, да, происходят в местах большого скопления людей, значит, горение, соответственно, скажем так, химии, да, это выделение, значит, большого количества именно газа, в том числе синильная кислота. Ну да, из-за этого, к сожалению, много погибло. Да, один вдох, значит, и человека уже нет. Вот. Соответственно, иметь вот такой самоспас с собой. То есть, опять же, для эвакуации здания, ну, как бы нормативно, это 5-6 минут. Если дольше ты там остался, значит, то уже, скажем так, могут возникнуть проблемы, да? А вот этот самоспас, ну, их модификации разные, значит, ну, вот этот один, скажем так, из дешевых, да? Вот. Давайте попробуем показать. Да, ну, лишь бы он не порвался, да, значит, здесь вот и уплотнитель бензиновый. А, тут такая вот обтягивающая шея, да? Да, 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 да. То есть, такой противогаз такого нулевого уровня примерно. Да, да, да. Ну, опять же, этот нулевой уровень позволит человеку выжить. То есть, дает ему шанс. И его отсутствие, значит, скажем так, шансов нет. Тем более размеров небольших. Поместится и в сумку, и в дамскую сумочку тоже. Вот он в собранном виде. Понятно, что у него есть срок годности. Что через определенный промежуток времени его надо менять. Так же, как и огнетушитель в том же автомобиле, да, мы перевозим огнетушитель. Ну, опять же, огнетушитель, если порошковый, раз в полгода его надо встряхивать. Значит, надо заглядывать. Все-таки там есть давление, то есть, на манометре или нету. То есть, его на перезарядку отдавать и так далее. Соответственно, здесь срок действия. Если он вышел, соответственно, это все должно меняться. Но, опять же, это позволит выжить в самых экстремальных ситуациях. И, видимо, может быть, материал тоже какой-то негорючий такой. Ну, по крайней мере, какую-то температуру он выдерживает, да? Или открытое пламя он не выдержит, естественно? Нет, нет, нет. Открытый огонь уже нет. Только задымление. Только задымление, да. Для того, чтобы нам от высокой температуры вот существует вот такое вот противопожарное полотно, да? То есть, это уже какое-то огнеупорное, да, манер? Да, да, да. То есть, это все уже используется кевлар. Кевлар, он не горит. Давайте посмотрим. То есть, вот человек взял, развернул, кажется, тряпочка, но эта тряпка от высокой температуры защищает. Человек завернулся, одел, завернулся, да, и ушел. Вот оно уже позволит не получить ожоги от открытого огня. Интересно, слушайте. То есть, если, например, это нужно проходить, потому что мы ведь, вот, особенно там, где вот коридорного типа, да, вот жилье, вот общежитие там и так далее. Да сейчас есть жилые дома строят вот коридорного типа. Соответственно, если отделка, не дай бог, нарушили ее отделка какими-то горючими веществами, да, то есть, это, получается, это в огненной трубе. То есть, с квартиры ты можешь выйти, попадаешь в вот эту огненную трубу. Вот это все поможет тебе. Так, и еще давайте вот два предмета, которые здесь мы на столе видим. Вот эта сигнальная система, да, такая примитивная. Да, вот это, как раз, наверное, самое интересное. Ну, давайте, может, на нем дальше начать. Ну, вот, это такой, да, паркативный, маленький приспособление, такой пожарный. Домашний бронспой, да? Да, да, да. Значит, для того, чтобы он дома был, но, опять же, есть определенные категории пожаров, которые нельзя тушить, электрика никак нельзя тушить водой. Ну, если, например, там что-то пыхнуло на плите газовой, тоже возможно. Но, опять, если использовать, там, струю воды, то рядом же электроприборы есть. То есть, это все рискованно. Но, опять же, если оно есть, оно как бы и не мешает. Где-то в подъезде, может, там что-то произошло, развернул, кран открыл, вот она, вода тебе есть. Порой нужно, там, где-то пол ведра воды, да, чтобы потушить, а его и нет. Значит, вот, автономный пожарный извещатель, вот, он дымовой. Значит, вот, его стоимость на сегодняшний день, вот это вот, 300 рублей. Ну, на сегодняшний день это не такая, что большая цена, да. Значит, он в себя объединяет. Первое, это блок питания, то есть, не нужны никакие провода. Да, отвернул два винтика, разобрал, блок питания соединил, поставил на место, значит, и, соответственно, установил. Ну, мы сейчас, когда устанавливали, вот, в семьях, которые находятся в опасном положении, да, социальном, значит, и это из расчета один датчик на квартиру. Ну, как правило, один датчик в комнату. То есть, это и кухня, и там, где люди спят, вот, ну, по всей видимости, и коридор где-то там, если длинные коридоры. Ну, в общем, получается, в пределах, грубо говоря, тысячи рублей можно обеспечить. По крайней мере, он запищит, и ты услышишь, и не завистишь. Он обнаружит, значит, дым, он сообщит, звук такой, как говорится, вот, и разбудит кого угодно, любого человека, который крепко даже спит. Значит, плюс ко всему, это вот, ну, опять же, это модель, 300 рублей. Но если взять подороже, там где-то 4 тысячи, 5 тысяч рублей, значит, там уже есть возможность GSM-сигнал, да, переадресовать тебе на телефон. То есть, например, ты уходишь из дому, значит, и ты уже знаешь, что ты находишься под защитой. Если даже что-то происходит у тебя, срабатывает датчик, тебе приходит сигнал, ты уже, находясь вне дома, можешь тут же сообщить на единый телефон 112. Вот как раз у нас от телезрительницы пришел вопрос от Ксении. Скажите, пожалуйста, если я уезжаю на 20 дней, надо ли выключать все? Рубильник общий, вот она пишет. Что можно посоветовать, надо ли все выключать? То есть, если это не влияет, то почему бы и не отключить? То есть, чем меньше электрики в доме, значит, тем лучше. Тем более, опять же, как мы перед этим говорили, да, то есть, короткое замыкание, от этого никто не защищен. Поэтому, Ксения, лучше подстраховаться, чтобы вернуться потом домой. Ну, а сейчас давайте вернемся еще к другим условиям, к минусовым температурам. Иногда случается так, что человек остается буквально на улице, есть опасность замерзнуть, и куда идти в такой ситуации, кому обратиться и где можно найти приют? Одно из таких мест есть в Сыктывкаре, это Центр социальной адаптации для бездомных. Перед тем, как мы посмотрим сюжет, мы, Анатолий Александрович, вам говорим большое спасибо. Вот, на самом деле, для себя тоже много узнал, в частности, вот этот портативный спасатель. Вот, очень хорошая вещь. Советуем лишний раз тоже приобрести и для себя. Ну, и ждем в нашей студии представителя Спаскоми. Ну, а сейчас смотрим репортаж Евгения Кладкевича. Остаться без дома. Такую ситуацию страшно допустить даже в мыслях. Люди, лишенные крыши над головой, вынуждены скитаться по улицам в поисках ночлега. Это особенно опасно в холодное время года. В Сыктывкаре помощь бездомным всегда готов оказать Центр социальной адаптации. Во-первых, мне негде жить. И, во-первых, здесь делают прочистку временно. Ну, во-первых, могу тут устроиться на работу, на любую. Вот. Это мне устраивалось. И, во-первых, там отличный ремонт сделан. Все, душ, ну, как говорится, все положено. Сначала человек пишет заявление на оказание помощи и следом получает от сотрудника направления на прохождение флюорографии и осмотра в кожно-венерологическом диспансере. Только удостоверившись в отсутствии опасных заболеваний, бездомного пускают переночевать. Обращаются вообще как бы с разными проблемами, да. Вот. Обычно приходят по поводу оформления консультации по ночлегу. То есть необходимо переночевать, да. И мы как бы консультируем. В этом году в Центре социальной адаптации случилось долгожданное событие. В здании, где предоставляется ночлег, был, наконец, проведен капитальный ремонт. Стены обклеили плиткой, в окнах установили пластиковые стеклопакеты, полностью заменили канализационную систему и душевые кабины, в том числе для людей с инвалидностью. Сейчас здесь могут одновременно переночевать 27 человек. Человек к нам сюда приходит. Его встречают администратор и дезинфектор. Человек раздевается по пояс, его осматривают, осматривают тщательно. Я сама как-то наблюдала за этим процессом. То есть люди опытные работают, поэтому они очень тщательно осматривают и самого человека, и его одежду. Сейчас уже полоскают тапочки. Они были обработаны в актерил хлор, то есть хлор, содержащий состав, который уничтожает любые микробы. Находиться в центре адаптации разрешено с 7 вечера до 7 утра и не больше 60 дней в году. Пока помощь получают только мужчины, но в скором времени произойдут большие перемены, говорит директор. Сыктывкарский центр соединят с точно таким же в Ухте. Так в республике появится первый кризисный центр и для мужчин, и для женщин. Открытие запланировано на 1 января 2023 года. В прямом эфире «Детали лайф» мы продолжаем. В нашей студии новый эксперт, который расскажет, как постараться уберечь себя зимой на улице. Сергей Тиранов, заместитель начальника по аварийно-спасательным работам «Спаском». Сергей Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот уже начинаются такие подмораживания, игра температуры, и, соответственно, гололед. Возможно, не дай бог, конечно, может быть, уже были какие-то травмы, падения. А как-то можно себя в гололед уберечь? Может быть, какие-то стоит шипованные накладки надевать? Ну, в этом плане я могу вам только посоветовать какие-либо действия. Потому что таких выездов у нас не бывает. То есть ребята не выезжают на такие выезда. А так только по жизненному опыту могу сказать, что да, желательно надевать специальные противоледовые накладки. Возможно, ходить с дополнительными палочками, я так думаю. Вот у меня мама стесняется почему-то ходить с палочками. Мама, не переживай. Вот зимой есть смысл дополнительно свои палочки носить. Это раз. Второе, что я думаю, в случае падения нужно правильно упасть. То есть понятно, что это очень все быстро. И в основном люди падают назад и получают травмы. То здесь, если вы несете какие-то сумки с какими-то вещами, то не стоит переживать, что они упадут. В случае, если ты падаешь, то надо все бросить. И постараться минимально хотя бы сгруппироваться и правильно упасть, желательно на бок, но не на спину. Чтобы не повредить ни позвоночник, ни руки, так как автоматически ты будешь руки вставлять назад. Вот туда падение, как правило, неожиданно происходит. Всегда неожиданно, да. Как-то можно научиться правильно падать? Понятно, что, допустим, например, человек, который занимается борьбой или просто спортсмен, они как бы в этом плане, наверное, больше застрахованы в такой ситуации, если можно сказать. Вот я думаю, да. Но я думаю, что в основном-то падают люди престарелые. И вот как и защитить? Наверное, только вот, я думаю, что... Стараться максимально просто обезопасить маршрут или вот как вы говорите, действительно... И аккуратно наступать, не идти смело, не идти быстро, не перебегать. Вообще, вот количество выездов у вас сейчас есть? Какое-то, может быть, снижение? Или наоборот, по осени начинается рост? Да, по осени как раз у нас начинается снижение выездов. И количество выездов по республике падает где-то на 10-15 выездов в неделю. То есть сейчас количество выездов у аренспециальных подразделений около 60-50 в неделю. Вот. И выезды... Так как у нас сейчас речки замерзают, закрываются, грибов, ягод в лесах нету, количество ДТП также сокращается из-за того, что становится скользко и люди перестают превышать скорости, то количество работы у спасателей уменьшается. А какого характера выезды сейчас у вас? Сейчас основные выезда — это бытовые. То есть бытовые, под бытовыми выездами я понимаю, что это вскрытие дверей. То есть забывают ключи, оставляют включенные электроприборы, о чем вы сейчас разговаривали. Это, получается, как чрезвычайная ситуация. То есть приезжаем, двери взламываем. То есть здесь уже отмычками не пользуемся, потому что если внутри что-то стоит на плите или включены какие-то электроприборы, то вероломно двери вскрываем. То есть успеваете до пожарных? Ну, вскрываем очень быстро. Ну, слава богу, что всегда успевали. Но еще, конечно, одна опасность в нынешнее время, в погодных условиях — это обморожение и переохлаждение организма. И вот как этого избежать, мы узнали у представителя территориального центра медицины «Катастроф». Под влиянием холода у человека возникает два вида нарушений. Общее — это переохлаждение, местное — это обморожение. К факторам, способствующим обморожению и переохлаждению, являются одежда, которая не соответствует погоде. Это тесная обувь, отсутствие шапки, отсутствие варежек. Чаще всего подвергаются обморожениям люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, пожилые люди, дети, а также люди, у которых ослаблен иммунитет из-за каких-то заболеваний. Выделяют несколько степеней переохлаждения. На первых стадиях у человека происходит ощущение холода, появляется дрожь, озноб, организм пытается адаптироваться к холоду. В дальнейшем этот механизм срывается, и появляется спутанность сознания, нарушение дыхания и нарушение сердцебиения. Выделяют несколько стадий обморожения. На первых стадиях у человека на поражённых участках кожи появляются белые пятна, конечность бледнеет, появляется жжение, покалывание на обмороженных участках тела. Впоследствии конечность синеет, и теряется в них чувствительность, и нарушаются двигательные функции в суставах. Ну вот, всё вышесказанное лишний раз говорит о том, что действительно первое главное – одеваться по погоде. Ну а мы сейчас продолжаем беседовать с спасателем Сергеем Тирановым. Сергей Юрьевич, у Вас наверняка в практике были ситуации, когда приходилось людей вытаскивать из ситуации, которые тоже с обморожением каким-то, с переохлаждением организма. Да, такие случаи были. Вот как специалист сейчас объяснил, то хочу тоже добавить. Есть переохлаждение организма. Под переохлаждением понимается переохлаждение всего организма. Обморожение – это уже локальные вещи или конечности. Обморожение делится у нас на четыре степени, и мы можем определить только первую степень. То есть вторую и четвёртую – это определяется через двое-четверо суток уже докторами. И первая степень, я вот часто иду по городу и вижу, ну часто, то есть когда я иду по городу зимой, когда минус 30 и холоднее, то вижу по людям, что у них обморожены или нос, или щёки, открытые части тела. Я всегда остановлю, стой, по три. То есть первую степень – можно руками согреть, можно дыханием, руками. То есть нельзя, говорят, приложить, просто согреть своим же дыханием. Да, да, да. То есть вот первая степень – это степень такая обратимая. А вот уже вторая, третья, четвёртая – это уже сложная степень. И в преддверии, как бы тоже, хочу как пример рассказать случай, который у нас на службе был. То есть поступил вызов. Вызов поступил от службы ЕДДС города Сыктывкара о том, что мужчина пошёл на рыбалку и провалился под лёд. Ему очень повезло из-за того, что в этот момент, в этом же месте гулял мужчина с собакой, он заметил это, позвонил 01, вызвал нас. И по приезду, когда мы приехали совместно со скорой помощью, слава богу, к месту добежали. Мужчина сидел посередине реки, мы до него в костюмах добежали, с реки его забрали, он сидел и кричал. Больше он ничего делать не мог, так как судороги от холода, ноги, руки свело. Там уже, наверное, спазм лёгких мог начать. Да, спазм лёгких однозначно был. Но крик у него, слава богу, получался. Этим самым он себя спас. Но там всё шло как бы к спасению. Ему очень повезло, что люди рядышком гуляли, увидели. И вот о чём хочется людей оберечь, то, что когда люди проваливаются в подлёт, а у нас сейчас идёт период ледостава, то происходят судороги. После того, как мы его донесли до кареты скорой помощи и погрузили внутрь, то одежду снять мы с него не смогли, так как его свело всего, одежду всю срезали, чтобы быстро оказать тепло. У скорой были небольшие проблемы, чтобы поставить капельницу из-за того, что сосуды сужены. Но первое действие, которое нужно после того, как человека переводят в тепло, это дать тёплое питьё. Это мы тоже как бы ему всё организовали. И тёплое одеяло. И человека спасли. А мотив, всё больше мне понравилось, спросили, ну зачем же? Зачем ты пошёл? Ты знал, что лёд тонкий ещё. Зачем ещё идти? Вчера сосед в этом месте поймал вот такого леща. Это вот эта мотивация. Людей толкает на то, что люди рискуют, выходят на реку, проваливаются, не думают о ошибках, которые могут быть. То есть сотовый телефон с собой нет, он в возрасте, одна из ошибок, он не предупредил родственников, куда он пошёл. То есть его бы в этом месте и не искали. По факту это место было устье речки Мартыю, где она впадает в Сысову. То есть туда, ну ему просто повезло, что вот он, будучи там, туда пришёл человек гулять собаку. Ещё один плюс в сторону людей, которые гуляют с собаками. Ну и в заключение передачи от вас в комплексе вместе с Анатолием Александровичем. Пожелание зрителям с точки зрения безопасного поведения вот сейчас, пока устанавливается зима. Безопасного поведения? Не знаю, следите. Да даже не знаю, что. Просто быть осторожным, одеваться, наверное, по погоде, что-то такое. Это да, это как бы люди тоже прекрасно понимают. Одеваться по погоде. Ну, наверное, тоже быть на связи, в принципе. Да сейчас любой, может быть, погода поменяться в любой момент. Да, погода. Ну, не знаю, чего пожелать ещё. Теряюсь в этом праве. Ну, я думаю, что самое главное, чтобы вы всегда приезжали вовремя, и чтобы выездов было как можно меньше, потому что, чтобы мы больше заботились о своей безопасности, чего мы вам всем и желаем, друзья. Это были детали лайв. Не забывайте, что зима, как говорится, близко. Поэтому берегите себя, своих близких, лишний раз позвоните, спросите, где ты, что с тобой, как дела. Всего хорошего и замечательного вечера. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова